Депортация не коглая, о чем нельзя шутить. Эти и другие темы, вызвавшие наибольший резонанс в социальных сетях, сегодня в прямом эфире программы «Хэпажора» обсуждали ведущие Ксения Журавкова и Константин Калиниченко. Давай скажем нашим радиослушателям и зрителям, что они, конечно, должны понимать, что какими бы сигналами они не пользовались, никаких безопасных мессенджеров не существует полностью. То есть что-то более подвержено угрозе, сливу информации, что-то менее, но в любом случае вы должны понимать, что большой брат за вами будет следить, если ему это понадобится. Квартирник на ПЛНФМ. Программа, в которой творческие люди Пскова рассуждают о культуре и искусстве, а также вживую исполняют свои музыкальные произведения. Сегодня гостями «Квартирника» стали участники группы «Саморезы». Ведущий Артем Татаренко поговорил с музыкантами об их творческом пути, о любви к родному городу и о народной музыке. Почему «Саморезы»? Что это значит? Что название в себе несет? Мы еще точно не придумали. Объяснение этого. Коллектив очень молодой, но нам на самом деле еще нету и года еще. Когда? В феврале, наверное. В феврале этого. В феврале этого года мы только собрались и уже, ну, это довольно очень маленький срок для команды. То есть, ну, у нас уже, мы уже сумели это довольно обширный репертуар освоить, потому что это, ну, очень много репетиций, записей и т.д. и т.п. И уже мы вполне сегодня можем спокойно, ну, осилить сольный концерт. Сегодня экономический обозреватель ПЛН Алексей Обчинников рассуждает, почему ноябрь называют самым опасным месяцем для рубля. Какие отрасли выигрывают от крепкой национальной валюты, а какие страдают? Спасла ли Лада Гранта отечественный рынок? Как может измениться страхование гаджетов? И где собака зарыта в черную пятницу? Читайте очередной врубель на сайте Псковской ленты новостей. В школьную программу решили вернуть НВП начальную военную подготовку. Общественность не успела еще толком обсудить инициативу сверху, родительские чатики только начали подкипать. Как министр просвещения уже взял под козырек и отрапортовал, что НВП начнут преподавать со следующего учебного года. Мнения экспертов об инициативе разделились. Подробности читайте в реплике Константина Калиниченко на сайте Псковской ленты новостей. Пока ребенок дома или гуляет во дворе, он находится под контролем родителей. Когда же малыш отправляется в детский сад, ответственность за его жизнь и здоровье несет образовательное учреждение. Как изменилась ситуация в детских садах Пскова после истории с побегами воспитанников? Каким учреждениям выделили деньги на установку видеонаблюдения и ограждений? И что думают об этом родители? Об этом читайте в статье Ульяны Лавыгиной на сайте Псковской ленты новостей. Мария Кузьмина старше из 10 детей, еврейки и татарина. И только ей из всех братьев и сестер досталась внешность предка из Северной Африки. Как коренная москвичка, фельдшер и юрист по образованию оказалась в Псковском театре. И о чем ее часто просят новые знакомые? Об этом в новом материале проекта ПЛН «Женский акцент». Сегодня пятница, которую все мы так долго ждали. Можно смело строить планы на выходные. Журналисты Центра деловой информации публикуют традиционную подборку с рекомендациями, какие мероприятия, концерты, экскурсии и мастер-классы стоит посетить на этих выходных. И о погоде на выходных 12 ноября. В субботу облачно с прояснениями, температура днем до 14 градусов тепла. В воскресенье 13 ноября ясно до 9 градусов со знаком «плюс». На сегодня все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok